В эфире новости ЮРГУ. О том, что происходит в нашем университете и за его пределами, мы расскажем прямо сейчас. В студии Марина Назарова. Здравствуйте! Перед главным корпусом ЮРГУ прошел концерт Уральского духового оркестра. Как это было, узнаете в нашем сюжете. Классическая музыка, современные песни, музыка из кинофильмов и советских мультфильмов, студенческая филармония с участием Уральского духового оркестра сыграли музыку на любой вкус. Я продукт Советского Союза, поэтому репертер мне нравится. Это репертер моей молодости. Во-первых, у нас замечательный оркестр. Духовый оркестр Челябинской филармонии просто отличный. У нас замечательные ведущие, у нас замечательные певцы. Концерт прошел в необычном формате, под открытым небом. Провести подобное мероприятие планировалось еще в октябре, день открытия сезона студенческой филармонии. Но тогда помешали погодные условия. Учебный год у нас большой. Начинается в сентябре, заканчивается он летом. И очень здорово, что у нас все-таки наша идея воплотилась, и мы этот концерт перенесли на весну. Сегодня даже это был летний день, и закрыли сезон студенческой филармонии. Главный дирижер концерта под открытым небом заслуженный артист России и художественный руководитель Уральского духового оркестра Игорь Ижу. Формат хороший, бывает сильно холодно, бывает сильно жарко, как сейчас. Но тяготы, лишения мы все переносим. Нормально, хорошо. Участие в концерте также приняли артисты Челябинской государственной филармонии Святослав Хазов и Николай Игнатьев, оперный певец и концертно-камерный исполнитель. Великолепный. Под открытым небом, перед таким прекрасным зданием. Тем более, что Юргу для меня является родным вузом практически, потому что много лет. Первая работа моя здесь. Я в качестве концертместера здесь работал и участвовал в различных коллективах. Поэтому особенно приятно здесь выступать. Несмотря на жару, посетить концерт вышли и студенты, и сотрудники вуза. Неравнодушных не осталось. Кто-то танцевал, кто-то подпевал музыкантам. Музыканты стараются, хотя на улице жарко. Музыка прекрасная. И, в принципе, объединились люди с разных подразделений. Вместе время провести замечательно. Мне очень нравится концерт. Они играют музыку из старых сказок. Особенно мне запомнилось «Костел Яська Нюшинова». Это прямо мой любимый мультик из «Ну, погоди». Моя любимая музыка из «Ну, погоди». Конечно же, это для духовного развития студентов. И здесь мы просто немножечко поменяли локацию, соответственно, поменялся формат. И я думаю, что это очень удачный опыт, потому что большее количество людей. Можно посмотреть, они из окон просто выглядывают. Сами музыканты отмечают, что аудитория в ЮРГУ прекрасная. Она умеет слушать и понимать музыку. Студенты ЮРГУ встретились с членом наблюдательного совета нашего университета Станиславом Наумовым. У нас очень интересный гость. Станислав Александрович Наумов, член наблюдательного совета нашего университета. Я работаю с Александром Леонидовичем Шостаковым, с командой ректора в рамках того большого проекта, который связан с новыми задачами, стоящими перед нашим университетом. Поэтому, если позволите, я начну с того, что поделюсь с вами результатами нашей совместной полугодовой работы, для того, чтобы получить от вас обратную связь на очень новую такую ситуацию для Челябинской области. Станислав Наумов, член наблюдательного совета ЮРГУ и Александр Шостаков, ректор университета, встретились с активными студентами вуза. Цель – познакомить учащихся с программой «Приоритет-2030». Челябинск – крупный индустриальный центр России. Именно поэтому Станислав Наумов отметил, что очень важно взаимодействие университета и региона. Мне кажется, что эта встреча была полезна тем, что студенты получают возможность пообщаться с людьми не только в их окружении, то есть это студенты и преподаватели, но и администрация университета, которая идет навстречу студентам и рассказывает о том, что можно делать в рамках университета, чем заниматься и как двигаться дальше. Хотелось уточнить, куда нам, как студентам, которые еще не знают, что делать, куда идти, куда можно обратиться. На что мы получили четкий обоснованный ответ, то, что у нас сейчас вектор развития ЮРГУ является наука. Именно в науку надо идти, там надо работать и показывать себя. Сегодня ЮРГУ – это 31 тысяча студентов, 12 институтов и высших школ, 197 направлений подготовки и ежегодно 6 тысяч выпускников. ЮРГУ заключил около 350 научно-исследовательских соглашений и получил практически 50 грантов. К 2030 году ВУЗ планирует создать и развить концепцию Аркаемского университета – консорциум вузов МГТУ, Челгу и ЮРГУ. «Знакомство непосредственно с проектом стратегии развития университета, также возможность развиваться и взаимодействовать с университетом не только в образовательном процессе, но также и принимать участие в других направлениях, например, в молодежной политике и быть частью этого». На встрече присутствовали активисты Южноуральского госуниверситета. Они отметили, что очень важно проводить такие встречи, где на одной площадке может встретиться руководство ВУЗа и студенты. Здесь, в рамках открытого диалога, есть возможность обсудить актуальные вопросы. Отметим, что это уже вторая встреча студентов из Станислава Наумова. Учащиеся встречались с членом наблюдательного совета в апреле 2021 года. В Легкоатлетическом комплексе имени Елены Елесиной прошел праздник ЮРГУ «Спортивный ВУЗ». Студенты, преподаватели, учащиеся спортивных и общеобразовательных школ Челябинской области – жители и гости города. Почти три тысячи человек стали зрителями и участниками праздника студенческого спорта ЮРГУ «Спортивный ВУЗ». «Мы в университете считаем, что у нас есть четыре главных направления деятельности – это образование, наука, культура и спорт. А может быть, спорт и культура, потому что спорт дает нам здоровье и волю к победе». Праздник посетил член наблюдательного совета ЮРГУ Станислав Наумов. Он обратился с приветственным словом. «Я истинно завидую всем вам. Я начал раздеваться, не успел переодеться, не стоит выходить на сцену. Завидую по трех причинам. Начну к спортивному. В третьих. В третьих, потому что вы готовились, и все, что сегодня произойдет, зависит только от качества вашей собственной подготовки, как индивидуальной, так и командной. Во-вторых, потому что то, что сейчас мы будем наблюдать с замиранием сердца, является честной, спортивной, борьбой и конкуренцией. Это то, чего нам так не хватает во многих других наших связей в жизни. Мы на вас надеемся. Ну и в первых, сегодня кто-то из вас одержит свою первую жизнь и победу. Пусть у вас в жизни будет как можно больше, как спортивных, так и других побед. Праздник! Праздник давно стал традицией для нашего вуза. Он начинался как легкоатлетическая эстафета между факультетами. Она проходит и сегодня. В 2021 году состоялся уже 52-й олимпийский забег преподавателей и сотрудников и эстафета газеты «Технополис». Я учусь на третьем курсе и ежегодно участвую в эстафетах. Всегда в призах. Всегда в призах. Бывают первые места, бывают третьи, конечно. Был год неудачный, прошлый. Вот в этом году обязательно отыграемся, займем первое место. Но кроме эстафеты на спортивном празднике, интерактивные площадки, где все желающие смогли сыграть в футбол, пострелять из лука или поучаствовать в боях с УМО. Пункт вакцинации и ПЦР-тестирование, фудкорт с хот-догами и пловом и сдача норм ГТО. А на церемонии открытия участников приветствовали творческие коллективы ЮРГУ, а также был запущен фейверк. Когда ты занят чем-либо физкультурой, спортом, тебя, во-первых, мобилизуют, делают тебя четким, понятным. У тебя есть цели, задачи, которые нужно достигать. Это переносится немножко на твою повседневную жизнь. Ты уже себя ощущаешь несколько другим. Другим и у тебя все сформировается в твоей жизни почетче, нежели ничем не заниматься. Ты где-то там летаешь. Праздник состоялся при поддержке губернатора области. А организаторами стали Институт спорта, туризма и сервиса ЮРГУ, Дирекция спортивно-массовых мероприятий, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» и Министерство спорта Челябинской области. Важна работа со студентами, в первую очередь. Во-вторых, это наше будущее. Соответственно, и работа со студентами – наш приоритет. Напомним, что ежегодно около 8 тысяч студентов занимаются спортом в спортивных сооружениях и на площадках ЮРГУ. Спортивная инфраструктура нашего вуза – одна из лучших в стране. В музей ЮРГУ передали книгу о художнице Валентине Челенцовой. Искусствовед Галина Трифонова с конца прошлого века работала над книгой о жизни и творчестве художницы Валентины Челенцовой. Один из экземпляров автор подарила Южноуральскому государственному университету. Уникальное издание будет храниться в художественном музее. Музей занимается коллекционированием не только художественных произведений южноуральских художников, но и всех материалов, которые с ним связаны. Эта монография – это один из тех бесценных граней знания, которые может сослужить свою службу исследователям. Валентина Челенцова – живописец, скульптор, иллюстратор детских книг, дизайнер журнала, а также педагог, воспитавший многих художников. Всесторонне развитая личность активно работала в искусстве. В книге собраны биография и все работы Валентины. Здесь, собственно, монография, вот текст мой, затем полный каталог собрания на основе архивов всех и каталогов изданных, альбомная часть довольно объемная. Вот все, что, собственно, с 90-х годов до начала 2010-х, мне удалось раскопать в архивах, музеях Хвалынска на родине Валентины Николаевны, Радищевского музея в Саратове и, конечно же, здесь Челябинске в Агачо, в Ргале. Вот все это сюда, как бы, мы попытались вместить. Дополняют итоговую монографию воспоминания учеников и письма челябинским художникам, обнаруженные в домашнем архиве художницы. Галина Трифонова планирует раздать часть экземпляров в Главной библиотеке университетов России. Уже скоро книги поступят в продажу и приобрести историю Валентины Челенцовой сможет любой желающий. В нашем университете прошел квест «Код красный». Подробности расскажет наш корреспондент. Квест «Код красный» звучит пугающе. Студенты Высшей школы электроники и компьютерных наук совместно с учащимися Южноуральского государственного гуманитарно-педагогического университета организовали квест, посвященный Дню Победы. Студентам предложили прогуляться по улице Лень, разгадывая загадки и головоломки. Понравился ли им квест? Смотрите в нашем сюжете. 9 мая – великий праздник для нашей страны. Студенческий совет Высшей школы электроники и компьютерных наук ЮРГУ и Южноуральский государственный гуманитарно-педагогический университет провели квест по городу с целью напомнить о событиях военных лет. Главная цель нашего мероприятия – это просвещение людей истории, чтобы они помнили о том, какой подвиг совершался нашими предками и в будущем не совершали подобных ошибок. Мы не только в развлекательной форме проводим это мероприятие. После каждого задания у нас проходит минута информации. То есть, пройдя какую-то развлекательную точку, мы также обучаем людей тому, что было в те времена. Люди откликаются не в столь большом количестве, как мы бы хотели, но на это есть множество причин. В квесте приняли участие пять команд. Каждый – шесть человек. Организаторы квеста задавали студентам вопросы на знания военных фактов, проверили их умение читать отзеркальный текст и собирать на скорость пазлы с изображением известных полководцев. Моя точка называется «Инварский гром». На ней нужно собрать пазл. Получается изображение, нужно определить, кто на нем изображен, назвать. То есть, там изображены полководцы, ребята называют и уходят. Участники квеста поделились своими впечатлениями о прошедшем мероприятии, рассказали, как поднять боевой дух команды и что им запомнилось. Впечатления о квесте мои все самые хорошие, потому что это важное мероприятие, которое проводится не только с нашим университетом, но также и совместно с университетом ЮРГУ. Очень важное мероприятие и полезное не только для нас, как студентов, но также и для будущего поколения. У нас команда моя замечательная. Мы все знаем, что мы идем к цели общей, одной. И самое главное для нас не только победа, но и еще раз вспомнить историю, еще раз почтить память всех героев. И самое главное – это не забывать. Квест очень сильно понравился. Делала это все наша команда Студсовета. Вот что понравилось с точки Барбаросса – это был квиз, на котором мы все очень быстро отгадали. Победители квеста получили билеты в кинотеатр «Знамя» и «Козировку». Высшая школа электроники и компьютерных наук отметила День радио. Дирекции студенты Высшей школы электроники и компьютерных наук ЮРГУ провели спортивное мероприятие, приуроченное ко Дню радио. Участники придумывали названия и эмблемы своих команд, проходили станции на время. Уже долго оно проходит именно вместе со спортом, как это и популяризация спортивного образа жизни, здорового образа жизни. И, соответственно, ознакомление с такими азами как бы радиотехники. Команды проходили разные испытания. Азбука Морзе, где участники объясняли слова с помощью жестов, отвечали на вопросы о радио и его истории, бегали на стометровку и бросали мячи, отправляя сигнал участнику. А лампочка Ильича проверила ребят на сплоченность. Суть моей станции в том, чтобы объяснить капитану своей команды слова, используя азбуку Морзе. Например, радиоприемник. И нужно с помощью жестов объяснить. Это достаточно легко, если быстро сориентироваться. Для успешного прохождения ребятам пришлось быстро ориентироваться в заданиях, применять смекалку и логику. Все участники быстро справлялись с заданиями. Те компании чисто повеселиться, вырваться из каких-то там, так сказать, будничных дней сама. Ну, какие-то буквы запомнил, да, из азбуки Морзе. Так что, думаю, немножечко что-то я сегодня узнал. Команды победителей наградили памятными кубками и дипломами. Отметим, что День радио – традиционное мероприятие для института. Спорткомплекс Юргу объявил дату закрытия бассейна на ремонт. Бассейн спорткомплекса Юргу закрывается на летнюю профилактическую работу. Ежегодно в бассейне проводят реконструкцию и чистку плавательных дорожек. Приводят в порядок женские и мужские раздевалки, душевые кабинки и коридоры. Ремонтные работы проводятся для обеспечения безопасности всех посетителей комплекса. Косметический ремонт бассейна будет продолжаться с 21 июня по 1 августа. Расписание бассейна можно найти на официальном сайте спорткомплекса. Мы помним, мы знаем. Юргу присоединился к акции «Ко дню памяти жертв СПИДа». У главного корпуса Юргу прошла акция «Мы помним, мы знаем», в рамках которой каждый желающий мог узнать свой статус ВИЧ в мобильном пункте для экспресс-тестирования. Кровь при таком тестировании берется из пальца, и результат можно узнать уже через 10 минут. Любой студент, любой проходящий, любой преподаватель может подойти сегодня и в течение 10 минут уже узнать свой результат анализ на ВИЧ-инфекцию. Через информацию, через профилактику, которую мы делаем, многие, которые приходят к нам в машину, узнают не только пути передачи, но когда делается тест, соответственно, идет время ожидания. Во время ожидания человек получает очень много информации. Когда читает буклеты, которые мы ему выдали, где-то еще общается со специалистами. Поэтому у нас всегда на выезде три специалиста. Челябинская область занимает четвертое место в Российской Федерации по числу зараженных ВИЧ. Несмотря на это, студенты ЮРГУ понимают всю сложность ситуации и важность заботы о своем здоровье. Потому что это ваше здоровье, а здоровье – это самое важное, что есть в жизни, получается. Плюс у нас эпидемиологическая обстановка крайне плохая со СПИДом и ВИЧ. Мы третий в мире, и надо с этим бороться, что-то делать. Поэтому самое минимальное, что каждый может сделать, это прийти и сдать тест на ВИЧ и СПИД. Данная акция проходит ежегодно, каждое третье воскресенье мая во всем мире. Студенты ЮРГУ могут принять участие в конкурсе социальной рекламы «Вместе против коррупции». Для участия в конкурсе необходимо заполнить регистрационную форму на сайте, ознакомиться с правилами, а также дать свое согласие на обработку персональных данных. Студенты ЮРГУ также могут принять участие. Для этого нужно сделать социальный видеоролик или плакат. Победители и призеры будут награждены почетными медалями, символикой конкурса. Зеленый марафон пройдет в Челябинске. Принять участие могут студенты и преподаватели университета. Во Всемирный день защиты окружающей среды ООН Сбербанк проведет зеленый марафон. Проект реализуется в 180 городах России. В Челябинске 5 июня в Центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина состоится массовый забег на 4 километра 200 метров. Ежегодно в зеленом марафоне участвуют более 500 студентов и преподавателей челябинских вузов. Подробнее с информацией о марафоне и расписании можно познакомиться на сайте проекта. Друзья, напоминаем вам, что в Юргу действует обязательный масочный режим. Просим вносить вас средства индивидуальной защиты при передвижении по корпусам и в аудиториях. На сегодня это все новости. Берегите себя и будьте здоровы. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин